В Ульяновской области В последние три года перед этим у нас уже стала традиция, что российский ралли-рейдовый сезон открываем мы в Ульяновске. Гоночные баталии – это настоящий сериал. Тактика и стратегия, поломки и уловки, много ярких и напряженных моментов, а самое главное – море адреналина. Однако всему этому предшествует организационная работа, порой очень скучная, которая начинается за несколько месяцев до заезда. Ралли-рейды – это на самом деле такой длинный промежуток времени, в течение которого происходит организация. То есть все, что предшествовало сегодняшнему этапу – это организационные моменты, согласование, подготовка, документы, утверждения на разного плода уровня. Потому что мы проводим соревнования же не просто так, как мы такие хорошие. У нас задействованы разные силы и Министерство спорта Ульяновской области, и Министерство спорта Российской Федерации, Федерация автоспорта Ульяновской области. То есть Российская автомобильная федерация – это все подготовительная работа, которая занимает не один месяц. Когда большая часть работы организаторов позади, экипажи приезжают в назначенные часы места на регистрацию. В нашем случае это карт-холл. На втором этаже здания участники заполняют все необходимые документы, проходят инструктаж, получают дорожную книгу и наклейки на машину, что обязательно. Ну и, конечно же, общаются друг с другом. Ну, как объяснить, чем нравится? Всем. Всем и тяжело, и радостно, и бывают, и ошибки, и неудачи. Ну, короче, жизненный такой вид спорта. Если будут одни, только победы, 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 неинтересно. Тут все есть, всегда все бывает. То есть непредсказуемо вообще. Выезжаешь и не знаешь, чем закончится. Может, нормально будет, может, встанешь где-нибудь. С первого взгляда все люди очень разные. Каждого объединяет любовь к скорости. Есть педаль, руль и двигатель под капотом. Есть пилот и штурман. Это не просто команда, а единое целое, зачастую семья. Как в нашем случае, отец и сын уже не первый год выступают вместе. Ну, мы между собой сначала поругаемся, потом померимся, потом успокоимся. Все, потом максимально... Моя задача максимально быстро и четко донести ему, что ему делать в следующую секунду. Нет времени на суету и неразбериху. Все идет четко. Сразу видно, что схема давно отработана. За определенное количество времени всем экипажам нужно пройти технический осмотр автомобиля и медицинское освидетельствование. В первую очередь мы смотрим на оборудование безопасности. То есть это спортивные сидения, это спортивные ремни и защитные каркасы, которые, соответственно, призваны защищать наших спортсменов от каких-либо повреждений в случае неудачности каких-то на трассе. Какие-то есть нормы? Какие они должны быть? Если больше или меньше, то вы как-то отправляете на доработку или как? Ну, конечно, нормы есть. Есть нормы и по сидениям, и по ремням, и по каркасам безопасности. И, соответственно, мы смотрим на то, чтобы все эти элементы были без повреждений. Ралли-рейды – один из самых травмоопасных гонок в мире. Поэтому при техническом осмотре машин особое внимание уделяется безопасности гонщиков. Сложность ралли-рейдов вызвана еще и спецификой маршрутов. На трассе нет никаких зон безопасности, никаких бетонных заборов, отделяющих пилота и зрителя от дороги, по которой несутся автомобили. Мы сейчас доставляем всех, чтобы они имели малагерные костюмы, шлема, белье. То есть, прийти в соответствии с всероссийскими соревнованиями. Ну, если недоволен, мы играем в серьезные игры. Все эти правила написаны кровью, поэтому стараемся их придерживать. Во время гонок обязательно дежурят спасатели и медики, чтобы в случае необходимости прийти спортсменам на помощь. После технического осмотра машин экипаж еще ожидает медицинское освидетельствование, после чего судьи решат, выходить им на трассу или нет. Для нас, журналистов и приехавших на точку зрителей, рев и жар моторов – главное, остальное второстепенно. Как здорово, когда внедорожники проносятся мимо тебя на расстоянии вытянутой руки. Ощущение причастности к чему-то великому стоит дорого. А еще дороже в материальном плане стоят некоторые автомобили, участвующие в гонках. В ралли-рейдах можно гоняться буквально на всех транспортных средствах – с колесами. От копеечных мотоциклов и квадроциклов до огромных грузовиков, стоящих миллионы. Однако некоторых автолюбителей не устраивает серийная сборка машин. Поэтому гонщики пытаются собрать своими руками идеального железного коня – под себя. Ну, устроил я ее ровно пять лет. Ну, естественно, в урывках между работой основной. Ну, а почему я решил построить? Потому что мне хочется есть на совершенной машине. Не на стандартной, на совершенной, на которой мне хочется. Ну, я и построил с нуля ее. Лобовое стекло за основу было взято. От восьмерки и все. Остальное все самодельное полностью. Чертежи полностью все самодельные. Ну, а агрегаты, конечно, используются от разных машин. В двигателе стоит Nissan Skyline, шестерка рядная. Ну, а остальное все самодельное. Ростяги самодельные, мосты самодельные. У себя дома, в гараже. Дома, в гараже, да. Все это за кулиси простой зритель видит редко. После долгих месяцев организационной работы и предгоночной суеты уступает самый зрелищный момент – заезды. Задача каждого экипажа, состоящего из пилота и штурмана, как можно быстрее по времени пройти скоростной участок по строго определенным маршрутам и нескольким контрольным точкам. Четко обозначенной трассы в привычном понимании нет. Автомобиль может пройти чуть правее или левее, вообще отклониться от курса и вернуться на предыдущую контрольную точку. В ралли-рейде побеждает тот экипаж, который пройдет все участки заезда за наименьшее суммарное время. А это, судя по практике, сделать очень трудно. Судя дома и смотря по телевизору ралли-рейда Дакар, Шелковый путь, Холмы России, трудно представить себя в составе экипажа, проходящего не одну сотню километров по бездорожью. Однако ралли-рейды – это не закрытый спорт. И сегодня я это докажу. Он и мой размерчик. От организаторов в мой адрес поступило предложение стать штурманом одного из экипажей. Соглашаюсь незамедлительно и радостно бегу в раздевалку, чтобы почувствовать себя настоящим участником гонки. Тщательно выбираю костюм по размеру и переодеваюсь. Ну, вот теперь я готова стать настоящим пилотом ралли-рейда. Чтобы поучаствовать в гонке, главное – желание. Также нужно уметь водить автомобиль, пройти определенную подготовку по экстремальному вождению, получить лицензию. Ну, естественно, тренироваться и изучать правила участия. В идеальном случае можно иметь знакомых или друзей, которые уже варятся в этом. Так будет проще разобраться в деталях. В последние два года наметилась тенденция по увеличению количества участников, особенно в национальном классе. И это не может не радовать, потому что приходят молодые ребята. Может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы, но вот, например, наша команда пытается поддержать. За последние два года мы вывели на трассу три экипажа. Права у меня есть. Опыт вождения автомобиля тоже. Да и желание сесть в настоящую гоночную машину, хоть отбавляй. Прохожу краткий инструктаж по технике безопасности, получая на руки маршрут. Дорожная карта выдается всем экипажам накануне вечером. И, в принципе, достаточно времени, чтобы ее досконально изучить. Здесь написано, сколько всего этапов, сколько по времени длится, сколько по километражу. Здесь идет информация о безопасности, дальше информация про аварийную процедуру. И самое главное, это вот идет уже такая таблица. Соответственно, здесь идет начало гонки. Гонки 0,0 получается метров, километров. Через 290 метров идет первый поворот направо. И здесь, соответственно, он прописан в виде вот такого вот значка. Физически почти любое соревнование сложно. И ралли-рейт не исключение. Тут, конечно, тоже есть особенности. Дистанции могут быть разными. Но даже короткие гонки способны выжать из человека все соки. Нередко гонщики приезжают на финиш мокрыми насквозь. Волнение на старте, рев мотора, бешеная скорость, шум ветра в ушах, резкие заносы на поворотах, ухабы, ямы, горки. Специально построенные трассы или подготовленные участки отсутствуют. Только пересеченная местность и обычные дороги. Слушайте, эмоций столько, что просто адреналин зашкаливает. Бешеная скорость, крутые повороты. Все трясет просто не по-детски. На самом деле, это еще нужно время, чтобы все переварить. Гонки пролетели на одном дыхании. 4 километра скоростного полевого участка, 250 лестных километров. В этом виде спорта главный принцип победа, а не участие. Для этого все составляющие должны собраться воедино. Первое. Машина и ее технические возможности. Второе. Работа по ее подготовке. Третье. Несомненно, мастерство пилота и уровень подготовки штурмана. Ну и госпожа удачи, естественно. Этот вид спорта действительно затягивает. А если не верите мне на слово, попробуйте сами.